Хаос в аэропорту Бен-Гуриона, главные воздушные ворота Израиля, работают на грани своих возможностей. Практически все рейсы выполняются с сильным опозданием. И все из-за российского флота. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. В аэропорту Бен-Гуриона, главных воздушных воротах Израиля, сегодня тяжелый день. Изменено расписание полетов, идут задержки рейсов. Это при том, что аэропорт работает с предельной нагрузкой. Больше 100 тысяч пассажиров в день. Сезон отпусков заканчивается. И как раз начинается сезон паломничества в украинскую Умань. Причина хаоса в военных учениях, которые Россия проводит в Средиземном море. В них принимают участие десятки кораблей и самолетов. Из-за этого, собственно, и пришлось изменить маршруты движения самолетов, в том числе пролегающие над Кипром. А оттуда самолеты как раз и начинают заход на посадку в аэропорт Бен-Гуриона. Сейчас как раз заканчивается сезон отпусков. Мы принимаем десятки рейсов в день. И эти ограничения сильно мешают нам в работе. И без того предел загруженности. Мы советуем пассажирам запастись терпением. Ведь задержки весь день. Зачем россиянам с их гигантской территорией понадобилось проводить маневры в Средиземном море, не очень понятно. Заявленная цель – отработка действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей. Какое отношение к тому и другому имеют, например, дальние ракетоносцы Ту-22, тоже не очень ясно. Но все же объяснение есть. Армия Асада готовится к масштабному наступлению в провинции Идлиб. Это, по сути дела, последний оплот сирийских повстанцев. И, видимо, Россия, судя по всему, решила продемонстрировать западным государством мощь своей воздушной и морской группировки с тем, чтобы их коалиция не вмешивалась в ход боевых действий. Впрочем, израильские эксперты предлагают другое объяснение. По их мнению, российский флот и авиация не способны отразить ни американский, ни, например, израильский удар по сирийской армии. Но зато со всей очевидностью могут продемонстрировать Асаду, что без России его дни точно сочтены. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!